Россия должна раз и навсегда отказаться от догоняющей модели развития. Недостаточно следовать просто стратегии выживания. В этом случае мы отстанем и на сей раз безнадежно. Выход на внешний рынок, экспансия российской продукции должны стать естественной стратегией развития национального бизнеса всей российской экономики. И, конечно, нужно ломать стереотипы, верить в собственные возможности. Потому что Министерство экономического развития пока не состоя, они нам предстоят даже проекту, которая ведет рынок. На прошлом заседании нашего совета было принято решение о разработке стратегии научно-технологического развития России на долгосрочный период. Вновь повторю, вопрос вносит принципиальный характер. Наличие собственных передовых технологий – это ключевой фактор суверенитета и безопасности государства, конкурентоспособности отечественных компаний, важного условия роста экономики и повышения качества жизни наших граждан. В этой связи я считаю необходимым рассматривать стратегию научно-технологического развития как один из определяющих документов наряду со стратегией национальной безопасности. И прошу правительства внести соответствующие изменения, которые необходимы будут в этой связи в законодательстве. Подчеркну, ресурсы, которые выделяются на науку, должны получать сильные исследовательские коллективы, способные создавать проравные технологии по наиболее важным для страны направлениям, конкурировать с ведущими мировыми центрах. Именно в такой логике надо выстроить финансирование работ по приоритетам научно-технологического развития страны. И я прошу правительства разработать эффективные механизмы, в том числе на проектной основе. Нужно максимально сократить путь под постановки научных задач и практического внедрения конкретной разработки. И еще, у нас есть хорошие традиции популяризации научных знаний. И, конечно, нужно использовать этот опыт. Я, уважаемые коллеги, хочу обратиться к вам, ну и, собственно говоря, ко всем российским ученым, преподавателям музыкантов, представителям бизнеса, которые, естественно, связаны с научной средой, активнее подключаться к просветительским проектам и в интернете, и на телевидении, в печатных средствах массовой информации. Рассказывать о достижениях нашей науки, проводить популярные научные мероприятия, организованные на самых разных площадках для людей самых разных возрастов, профессий, ориентированных на подрастающие публики. Спасибо.